Приветствую вас, давайте скажем так, что скорее всего директор оказался жертвой сплетен, которые распустили, а вас те самые двуличные люди, которые есть в любом коллективе. И то, что этот директор поверил, им конечно не красят его, не говорит о том, что он хороший руководитель, потому что хороший руководитель слушает только себя, слушает только свое мнение и свое же мнение он составляет о сотрудниках, которые с ним работают. Если человек, опять-таки директор, позволяет себе повышать голос, то это тоже не очень-то хорошо, потому что повышение голоса есть эмоциональная реакция, эмоциональная реакция есть личная заинтересованность, а личная заинтересованность своего счастья означает, что человек допускает ее в профессиональное. То есть он смешивает и личное, и профессиональное. Это не говорит о нем, как о хорошем руководителе. То есть да, он может быть неплохой, он может быть очень душевный и хороший профессионал, но у него такие слабости есть. Значит, далее вы пишете такую вещь, что вы работаете в другом учреждении, там у вас будет больше нагрузки, у вас будет больше обязанностей, у вас будет, соответственно, наверное, и больше доход. Вот, вот, ну, вы пишете, что вроде бы и надо, а волнует точно о местопряженности, выполнении которых вы не чувствуете себя уверенно. Ну, понимаете как? Работодатель вас зовет. И это значит, что если он вас зовет, он уверен, что вы справитесь. То есть работодатель, как руководитель, занимается подбором кадров. И если человек выбрал вас, то это явно не проста. А что значит, он знает, что вы справитесь с тем, что он вам хочет верить. Лучше вас. Да, для этого нужно будет, возможно, что-то подучить. Да, для этого, возможно, будет что-то сделать. Да, для этого потребуется адаптация, потребуется привыкание к новым обстоятельствам, к новой ситуации. К новым каким-то обязанностям, возможно, вам придется осваивать какие-то иные навыки рабочей деятельности, но все это возможно, если вы этого хотите. Если вы этого желаете, если у вас есть достаточная мотивация для того, чтобы это сделать. А для этого необходимо ввести все за и против. Например, на своей первой работе, плюс, как вы пишете, значит, в полставки вы работаете на другой работе. Вы можете легко сравнить уровень своего дохода, который у вас есть сейчас, и уровень дохода, который у вас будет, если вы примите предложение работодательства. Но размер дохода, его увеличение, увеличение дохода, это еще не значит однозначного ответа в пользу перехода на новую работу. Потому что речь идет о том, насколько запратно это будет для вас. То есть вам нужно представить, какие и сколько вам придется потратить усилий для того, чтобы освоить все новые для себя профессиональные обязанности. Если усилий, по вашему мнению, будет затратиться больше, чем вы в итоге получите, то есть это не окупается усилия, которые вы потратите на обеспечение достойного, надлежащего выполнения своих обязанностей, не окупаются той зарплаты, которую вам предлагают, то соглашаться не нужно. Предусловно, не нужно соглашаться тогда. Если же вы чувствуете, что в принципе все то, что вы во сне будете делать, вам это стакомо, вам это известно, просто где-то что-то нужно будет подучить, как-то нужно будет себя подтянуть и так далее. То есть, когда запрат будет немного, в этом случае прирост в плане заработной платы будет больше. И, соответственно, в этом случае вам нужно будет соглашаться. Поймите, мы за вас решение не примем. Мы не имеем права этого делать. Ответственность за свою жизнь несете только вы. И вам нужно принять решение окончательно. Мы можем подсказать вам лишь только некоторые моменты, которые вам непонятны. Ну, например, вот вы говорите, вроде надо. Надо кому, если надо? Если вроде, то почему? То есть, вы не уверены, что надо. В чем ваш неуверенность? Только в том, что вы описали, и то, о чем я только что говорил. Или есть что-то еще? Подумайте. Подумайте, так или сильно вам нужна вот эта вот большая нагрузка на вас. Если нужна, то ради чего? Что касается коллективов, то действительно идеальных коллективов не бывает нигде. Везде есть плохие люди, везде есть хорошие люди, везде есть свои, есть чужие, как бы. И важно помнить, что вы приходите все-таки работать куда-то, а не строить отношения с людьми. И если вы занимаетесь работой добросовестно, честно, и если руководитель это видит, то никакие сплетни, ничего вам не страшно. Ну, а если через работу вы пытаетесь реализовать какие-то свои силы, потребности и стремления, то где-то, конечно, имеет место быть личной заинтересованностью, и с ней нужно будет работать. Потому что работа – это не то место, место профессиональной деятельности, это не то, где можно реализовывать личную заинтересованность. Это не то, где можно строить отношения с людьми, потому что там замешаны финансы. Люди пришли на работу, чтобы работать, чтобы зарабатывать деньги. Там, где деньги, там нет места личным отношениям. И вот это нужно понимать, что профессиональные отношения, отношения между коллегами по работе в одном месте – это чисто такой вот финансовый коммерческий союз. И если появится возможность, эти люди, по большей части, даже, даже не имея против вас ничего, даже в целом симпатизируя вам, сделают так, как выгодно им. Потому что они понимают, что это их жизнь, и им нужно, например, обеспечивать свои семьи. Тут еще никуда не деваться. Поэтому нужно правильно воспринимать работу, не проецировать на нее другие свои желания, и оценивать, я бы сказал, математически оценивать выгоду от того, что вы будете делать нового, и затраты. Если затраты превышают выгоду, то выгода считается бесполезной. Если затраты меньше выгоды, то тут еще дело ваше. Как вы решите, намного затраты меньше выгоды? Или нет? Это вам решат. Поэтому все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Ну и то же время Тоже, что ты делаешь, что усп began studying dropped электричеäusль. Полángшимся.